Изменение роли системы образования, обозначенное в послании президента Назарбаева, действительно будет способствовать развитию государства. Известный британский писатель и журналист Ник Филдзинг уверен, что улучшением человеческого капитала поможет Казахстану войти в топ-30 развитых стран мира. Журналист обращает особое внимание на учебные программы, которые будут нацелены на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Именно на этом базируется и британское образование, отмечает Филдзинг. Послание президента Назарбаева – это очередной признак зрелости Казахстана. Ваша страна очень быстро развивается как экономически, так и политически. Радует то, что в нынешнем послании особое внимание уделено образованию. Ваш президент – дальновидный человек. Он понимает, что человеческий капитал – это прежде всего инвестиции в человека и в будущее страны.